Давайте начнем настройку интерфейса нашего лендинга с общих настроек интерфейса. Итак, для начала перейдем на сайт для того, чтобы посмотреть, как все выглядит в этом шаблоне. Для этого наводим курсор на вкладку Home, которая представлена в виде изображения в качестве домика и кликаем по ссылке перейти на сайт. Как вы видите, все выглядит невзрачно и вообще все это не похоже на лендинг. Давайте начнем настройку. Для этого нам нужно перейти в панель настроить, кликнув на экспресс панели по ссылке настроить. Итак, перед нами открылась панель настроить, где слева находятся вкладки с параметрами, которые нам собственно и необходимо настроить. А справа расположено превью демонстрационное окно, отображающее текущий внешний вид нашего сайта на данный момент. Давайте для начала перейдем во вкладку настройки главной страницы. В появившейся панели, во-первых, нам нужно выбрать страницу, которая будет отображаться в качестве главной. Поэтому я устанавливаю радиокнопку в положение статистическая страница. А затем в появившейся области домашняя страница из раскрывающегося списка выбираю единственную имеющуюся страницу Sample Page. А затем для того, чтобы придать нашей выбранной странице дизайн лендинга, устанавливаю галочку вот в этом чекбоксе. Вот так. Как вы видите, внешний вид нашего сайта изменился в лучшую сторону. Теперь давайте сохраним изменения, кликнув по кнопке опубликовать. И выйдем из этой вкладки в главное меню. Теперь давайте перейдем во вкладку свойства сайта. Здесь мы настроим отображение названия сайта, описания, логотипа и фавикона. Итак, давайте по порядку. Здесь можно создать для вашего сайта название и описание. В качестве названия, например, можно указать наименование нашей компании. Я укажу Ангелина Ларькова. Для этого я веду информацию в эту область. Вот так. Далее, чуть ниже, мы в качестве описания сайта ведем вот эту область. Фотостудия. Вот так. Это первый вариант отображения. Я же буду использовать отображение логотипа и описания. Итак, как вы помните, на прошлом видео мы своими силами создали логотип. Теперь давайте загрузим и установим его на сайт. Для установки логотипа мы кликаем вот по этой кнопке. Обратите внимание, в появившемся окне WordPress нам советуют загрузить под логотип изображение размером 240 на 90 пикселей. У меня, конечно, будет логотип немножко других параметров, но все равно примерно придерживайтесь параметров, которые вам советуют использовать WordPress. Итак, для загрузки изображения, используемого в качестве логотипа, кликаем по кнопке «Выберите файлы», а затем загружаем интересующее нас изображение. После того, как изображение загрузится на сайт, кликаем по кнопке «Выбрать», а в следующем окне выбираем «Не обрезать». И как вы видите, логотип добавился на сайт. Но как-то выглядит все это некорректно. Одновременно отображаются и логотип, и название сайта. Если вам нужно отобразить один лишь логотип, то вы должны скрыть название и описание сайта, убрав галочки вот в этом чекбоксе. Я же хочу скрыть название сайта и отобразить описание совместно с логотипом. То есть, оставить слово «Фотостудия», а также отобразить логотип. Для этого нам нужно удалить название сайта Ангелина Ларькова, вот в этом поле, вот так. С этим разобрались. Далее мы переходим к «Фавикону». «Фавикон» – это иконка сайта, которая отображается на вкладке браузера возле названия сайта, а также в поисковиках, таких как «Яндекс» или «Гугл». И выдачи ссылки на сайт по поисковому запросу. Вот примеры «Фавикона». А где же можно взять иконки для «Фавикона»? Я лично пользуюсь сервисом «Iconbeard». Ссылка на него будет в описании. А также там будет ссылка на мое видео, где я рассказываю о том, где можно взять различные изображения и иконки для сайта. Для загрузки «Фавикона» нам нужно кликнуть вот по этой кнопке «Выбрать изображение». Кстати говоря, посмотрите, WordPress нам рекомендует для корректного отображения «Фавикона» загружать фото размером 512 на 512 пикселей. Обязательно придерживайтесь этой рекомендации. Итак, давайте кликнем вот по этой кнопке «Выбрать изображение», а затем, найдя его себя на жестком диске, просто подгрузим нужную иконку. Далее, после того, как наша иконка подгрузится, мы кликаем по кнопке «Выбрать». Посмотрите, наш фавикон подгрузился. Теперь сохраняем изменения и выходим из этой вкладки в главное меню. Далее мы перейдем во вкладку «Настройки цвета». Здесь можно настроить цвет заголовков сайта и его фон. Для того, чтобы выбрать правильное цветовое решение, вам нужно кликнуть по соответствующему маркеру, в результате чего активируется панель подбора цвета. Эта панель состоит из трех частей. Панель со стандартными цветами, панель смешивания и шкала насыщенности и прозрачности цветов. Например, я хочу сделать цвет текста заголовков красноватым. Для этого я сначала выбираю на стандартной панели красный цвет. Затем на панели смешивания с помощью вот этого маркера смешиваю наш цвет с другими для получения более интересного решения посредством перетаскивания маркера в нужное положение. Вот так. А затем с помощью шкалы посредством перемещения этой рамки сделаем цвет немного засветленным. Вот так. Для того, чтобы закрыть панель подбора цвета, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши за ее пределами. Я же не буду менять цветовые схемы и просто выйду из этой вкладки. Но если вы поменяли стандартные настройки цвета, то не забудьте сохранить изменения. Теперь я вам расскажу про эти две вкладки, с помощью которых вы сможете установить в шапку сайта баннер в виде горизонтального изображения. Через вкладку изображения заголовка, а также через вкладку фоновое изображение, вы вместо цветового решения для фона сайта можете установить изображение. Алгоритм очень простой. Вы заходите во вкладку и кликаете по кнопке выбрать изображение. Далее проходите стандартную процедуру загрузки. Я же не любитель использовать эти опции, так как что фоновое изображение, что изображение в виде заголовка не всегда корректно отображаются на сайте. Поэтому я здесь ничего менять не буду. С общими настройками мы закончили. Теперь нам нужно перейти к настройке интерфейса каждого блока. И начнем мы с настройки шапки сайта. Об этом и поговорим на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...